Сегодня у нас 23 апреля 2020 года. Тема нашего вебинара «Лазерная гелоранопластика» или по-другому она называется «Лазерная биоревитализация». Вы понимаете, конечно, как специалисты, что это коммерческие названия, все такие красивые, которые ставятся в прайсе клиники или салона красоты, где есть такая врачебная услуга. На самом деле, конечно же, это лазерофорез гиалуроновой кислоты. То есть это воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением, сокращенно НИЛИ, или низкоэнергетическим лазером, или еще можно назвать терапевтическим лазером, с целью стимуляции процессов всяких разных, метаболических и так далее. В коже плюс внедрение чистой низкомолекулярной гиалуроновой кислоты. Мы сегодня с вами обсудим и что это такое, и какие преимущества, и как, собственно, сочетать это с другими какими-то методиками, в том числе, как сочетать это, если планируется или уже сделаны какие-то инъекционные методики, является ли это заменой или не является, кому лучше неназимным путем вводить гиалуронку, а кого проще проколоть пару раз. То есть мы это все с вами обсудим. Еще я покажу, как работать с одним из аппаратов, которые, собственно, чаще всего применяются для этой процедуры. Это аппарат Мустанг 2000+. Это медицинское оборудование, медицинский прибор, который используется в больницах для лазерного облучения крови, для надвенного, внутривенного, для лазерного воздействия в терапевтических целях. У нас, кстати, есть вебинар, выложен в Ютубе уже давно, о возможностях низкоэнергетических лазеров, кроме биоревитализации. Так что кому будет интересно углубиться в тему, можно его посмотреть будет. Вот я его читала тоже, достаточно давно уже можно посмотреть. И сегодня мы как раз будем обсуждать применение низкоэнергетических лазеров именно в эстетической медицине. Откуда взялся, собственно, низкоэнергетический лазер у нас в косметологии? Естественно, из медицины, частично из терапии, из хирургии, частично в диагностике он применяется. Но именно терапевтический лазер, который не обладает каким-то повреждающим действием, он пришел из физиотерапии. Собственно, само слово лазер – это аббревиатура от английских слов, сочетание английских слов, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Прошу прощения за мое произношение, я всю жизнь учила немецкий, английский немножечко немой конек. Но сам факт, что это обозначает усиление света в результате вынужденного излучения. Что это значит? То, что это, естественно, физический фактор, которым мы можем воздействовать на ткань с целью, как любым физическим фактором, другим, с целью усилить какие-то свойства, повысить функционал этих тканей, ускорить метаболические процессы, ускорить обновление кожи, улучшить реологию крови или ток лимфы ускорить. То есть это именно стимуляция. Как, в принципе, любой другой физический фактор. Другое дело, что лазер, он достаточно мощный. Чем он еще отличается от других физических факторов, которые используются чаще всего в физиотерапии и в физиотерапевтической косметологии, это тем, что он, в отличие от других физических факторов, таких как ультразвук, мы с вами знаем, электрический ток, термо какие-то, то есть тепловые воздействия, они все в природе есть. То есть человек эволюционно к ним частично адаптирован. А уже, собственно, лазерное излучение – это фактор, который является искусственным, то есть создан человеком, изобретен, соответственно, в него заложены определенные параметры, он достаточно предсказуем, различный может быть по мощности, то есть лазером можно и, как говорится, вот так вот мягко воздействовать, и можно разрезать бетонную стену. Все зависит от параметров и от мощности самого лазерного излучателя. Но вот именно терапевтические лазеры – это как раз мягкое воздействие, не повреждающее. Чем лазерное излучение отличается от, собственно, света широкополосного, обычного, или свет фонарика, условно говоря, у него есть несколько свойств, которые характерны только для лазера. Я сейчас попробую вам изобразить. Надеюсь, будет видно схематично. Лазерный излучатель. Сейчас, наверное, вот так вот будет видно. Сейчас его нарисую. То есть, как правило, это система зеркал, то есть там, допустим, непрозрачное зеркало, прозрачное зеркало, электромагнитная накачка, которая создает, собственно, действие, само вот это вот требующееся для возникновения излучения. Это может быть, допустим, источник света в виде ксеноновой лампочки. Есть другие, более сложные, там полупроводниковые лазеры, у них немножко другая схема. Но суть, чтобы понять, чем лазерное излучение отличается, можно вот на таком самом простом, как говорится, лазерном излучателе показать. Это излучающий элемент. Излучающий элемент, он может быть разным. Он может быть как раз и жидкостным, и газообразным, и сплавом каких-то твердотельных элементов. То есть, когда свет, отражаясь, проходит через вот эти вот излучающие тело, и потом выходит наружу, то частички света, которые, как вы помните, называются фотоны, они имеют определенные характеристики. То есть, не только монохроматичность, одноцветность, то есть, когда все электромагнитные колебания вот этого потока излучения имеют одинаковую длину волны. Это монохроматичный обычный светодиод может быть. И на этом очень часто играют такие, скажем так, нечистые на руку производители оборудования, которые продают вам обычный аппарат, скажем так, для фотохромотерапии, освечивание каким-нибудь красным, зеленым, синим светом поверхности, ну, вполне, в общем-то, достаточно с эфемерным таким эффектом, да, больше психологическим. Под видом якобы каких-то холодных лазеров и так далее. То есть, называют это словом лазер. На самом деле, лазером может быть только тот свет, который обладает всеми четырьмя свойствами, которые я сейчас перечислю. То есть, монохроматичность – это одно из них. Но дальше уже идут свойства, которыми обладает лазер. Первый из них – это когерентность или синфазность, если сказать сложно. Если упростить, то вот это совпадение фаз электромагнитных колебаний, излучения, оно можно изобразить и вот так, что вот эти вот фотончики, которые у нас выскакивают, да, из нашего излучателя, они как солдаты на плацу маршируют стройными рядами. Вот. И не разбегаются во все стороны, да, а как бы такими выходят пачками. Следующее свойство – поляризация или фиксированная ориентация векторов вот этого излучения в пространстве. Это означает, что каждый из этих солдат марширует строго в одном направлении. То есть, и вот это направление у них у всех, опять-таки, да, совпадает. То есть, вот эти стройные ряды фотонов, они двигаются в одном направлении. И как раз вот этими всеми свойствами достигается самое основное свойство лазерного излучения, то есть, малая расходимость потока излучения. То есть, если мы себе представим какой-нибудь фонарик, да, обычный, и приблизим его к поверхности, у нас будет маленькая точка, да, и по мере удаления она будет увеличиваться, увеличиваться, как свет фар, да, на дороге. А если мы возьмем лазерный излучатель, да, хотя бы даже сам, там, лазерную каску, то или лазерный уровень строителей, наверное, многие видели, если делали ремонт. И если мы удалим от поверхности, да, вот хотим мы точку на стене поставить в нужном месте, да, или прочертить, там, какую-то полоску, как-то плитку ящик, то у нас даже, если источник нашего излучения находится, там, в 10, а то и в 20 метрах, да, вот поверхности, там все равно будет маленькая точка. И вот эта вот направленность, малая расходимость пучка, она как раз очень нужна тогда, когда нужно прицельно воздействовать на что-то, да, скоагулировать сосуд, там, убрать кусок какой-нибудь злокачественного образования или доброкачественного, да, ну, то есть, вот это вот как раз свойство, оно и отличает лазер от других световых вот этих вот факторов, да, в оптическом спектре, которые работают к тому, что узконаправленность присуща такая только ему. Вот, соответственно, если мы имеем все вот эти свойства, то у нас наш источник излучения имеет право называться лазерным. Что у нас, как говорится, по безопасности? Ну, я вам сейчас приведу класс опасности не электроприборов, естественно, а именно класс опасности лазеров и других источников света, которые прописаны в СанПин, как для обслуживающего персонала. То есть, первый класс – это бытовые лазеры, то есть, мышка, например, да, или какая-нибудь указка, они не повреждают ткань биологическую, да, или орган зрения непрямым, нерассеянным лучом. Ну, нет, конечно, если лазерной указкой в глаз посветить, можно, конечно, что-то там повредить, но и обычно, если фонарем светодиодным в глаз резко посветить, тоже будет неприятно, и можно повредить свой орган зрения. Но первый класс – это считается безопасной, бытовые лазеры. Второй класс опасности – это неаблютивные лазеры, они не повреждают биологическую ткань, рассеянным лучом, зрение тоже не повреждают, да, прямым лучом они не повреждают биологическую ткань, а вот зрение могут, то есть если взять манипулу, да, и посветить себе в глаз или кому-нибудь в глаз, то можно повредить сетчатку. Третий класс, кстати, большинство аппаратов для, например, эпиляции, для элосомоложения, они к нему относятся чаще всего, не повреждают тоже биологическую ткань, или повреждают селективно, например, действуют точно только на хроматофоры свои, и повреждают, например, волосяное фолликул или пигментное пятно, то есть на меланин действует, но могут повредить глаза и прямым, и рассеянным лучом. Поэтому если со вторым классом опасности мы еще можем, грубо говоря, защитить только глаза пациента, а самому работать без очков, хотя все-таки рекомендуется тоже использовать защитные очки специальные, которые защищают от лазерного излучения. Мастеру самому, физиотерапевту или медсестре, который выполняет процедуру, или врачу, который выполняет процедуру, то есть человек, специалист должен находиться в очках. Третий класс – это категорически нужно обязательно, чтобы помимо пациента специалист находился в очках. То есть когда вы работаете с лазерами уже не низкоинтенсивными, а в основном высокоэнергетическими, но частично и низкоинтенсивные большой мощности тоже, увеличенной мощности бывают, как бы не второго, а третьего, например, класса. И обязательно тоже нужны вот эти вот очки. Они обычно продаются в специальных магазинах, где продается медтехника. И, соответственно, на вот этих очках всегда прописано, от какого диапазона длин волн они защищают. Соответственно, низкоэнергетические лазеры – это диапазон красный спектр и ближний инфракрасный. Чаще всего встречается 630-635 нанометров длина волны, 785 нанометров, 890 нанометров, 900 нанометров, то есть как бы до 1000 нанометров длина волны. Значит, четвертый класс опасности – это, конечно, хирургические лазеры. Они повреждают все, что угодно. И, соответственно, при воздействии хирургическими лазерами есть особые требования и к безопасности, и к кабинету, и к, естественно, врачу и пациенту, у которых должно быть все защищено, и органы зрения, и ткани, на которые, например, не воздействуют, и глаза специалиста. Что касается свойств низкоэнергетического лазера, я, конечно, не буду очень сильно вас, как молодежь говорит, грузить квантовой физикой, но некоторые моменты мы с вами разберем, просто хотя бы понимать, как этот физический фактор действует. Что важно знать, какие параметры? Ну, волна, естественно, то есть у каждого такого физического фактора, электромагнитное излучение, световое, оптическое излучение, есть такое понятие, как волна, то есть это изменение состояния среды или поля, которое распространяется с какой-то определенной конечной скоростью. И волна, она имеет две вот эти точки, расстояние между ними, ближайшими точками, считается длиной волны. Вот, и от длины волны, да, то есть как бы зависит, конечно же, свойства зависит. То есть и глубина проникновения может зависеть, и мощность может зависеть. То есть в случае лазеров, чем больше длина волны, тем глубже будет он проникать, и тем мощнее будет действовать чаще всего. Но помимо длины волны, например, на глубину проникновения влияет и частота. То есть длина волны измеряется в нанометрах или микрометрах. А частота колебаний, она измеряется в герцах. То есть это сколько колебаний, условно говоря, за единицу времени произошло. Вот, один герц, соответственно, это одно колебание в одну секунду. И это вот, вот это вот, вот это понятие, да, частота, оно присутствует, ну, как бы очень важно, не только для оптического излучения. Очень важна частота и для ультразвукового воздействия, и для электрического тока тоже, да. То есть как бы, если мы, например, работаем с ультразвуком, то многие, наверное, из вас знают, что существует, например, ультразвук низкочастотный, который используется для ультразвукового пилинга, для ультразвуковой комитации, а есть высокочастотный, который используется для форезов, то есть для внедрения в глубокие слои кожи каких-то активных компонентов или косметики, или лекарств. И раньше очень популярно было такое, ну, скажем так, шарлатанство, когда опять-таки нечистые на руку производители аппаратов пытались продать специалисту или не специалисту даже лопаточку скрабер и утверждали, что ее можно перевернуть и делать фонофорез. Вот ради интереса напишите мне кто-нибудь, есть ли среди вас кто-то, кто еще пока не в курсе, почему этого делать нельзя. Я тогда могу это рассказать. Почему нельзя переворачивать лопатку скрабер и делать им фонофорез, это совершенно бессмысленно. Было, да, такое? А интересно, почему нельзя, знаете точно, почему? Можете мне написать. Потому что здесь как раз очень важный параметр частоты. А давайте расскажу. Да, я рассказывала на всяких наших вот этих вот, да, частота другая, совершенно верно, Елена, совершенно верно, Наталья. Потому что, смотрите, тут даже дело не в том, что глубоко проникает. Когда мы берем лопаточку скрабера, да, мы используем очень мощный низкочастотный ультразвук, который действительно, если внедрить в кожу, вот, то он проникает порядка там на 10 до 15 сантиметров. Другое дело, что имея в руках лопатку скрабера, мы при всем желании не внедрим это в кожу, иначе бы все пациенты, которым вводили какие-то препараты в области лица, там, головы, лопаткой скрабера с такой частотой, наверное, бы остались без мозгов. Вот, но почему они еще ходят с мозгами? Мы все время шутим в научных семинарах, только потому, что эту лопатку невозможно технически расположить так, чтобы ультразвук проникал вглубь ткани. То есть, когда мы берем скрабер, мы ставим его под 45 градусов, и он так сконструирован, что мы его не можем поставить под 90. А чтобы у нас ультразвук попал вглубь ткани, нам нужно поставить, расположить манипулу под 90 градусов, да, и поэтому манипулы для ультрафонофореза, они, как правило, выглядят, ну, примерно так, только у них, как правило, побольше вот эта вот площадь соприкосновения. Ну, а есть, ну, как бы, с маленьким вот этим носиком, это когда какие-то труднодоступные места, чтобы обрабатывать. Вот, и, соответственно, если мы поставили бы вот так манипулу, да, ультразвук проникал бы вглубь ткани. Даже когда, вот, например, делают фонофорез, в некоторых аппаратах есть так называемая защита от дурака, когда, допустим, случайно отклонилась манипула, да, и уже ультразвук туда не пойдет, соответственно, лекарства мы внедрить не сможем нормально. И аппарат чувствует, что угол изменился, и начинает пищать, там, время сбрасывать, чтобы вернули в нужное положение манипулу. Вот, а скрабер мы при всем желании не можем так расположить, потому что лопатка, во-первых, имеет очень маленькую площадь соприкосновения, фактически, как у ножа, да, а во-вторых, ее можно поставить только под 45 градусов. И таким образом мы не вглубь ткани вот этот мощный ультразвук пускаем, да, а по поверхности кожи, то есть он у нас прыгает наподобие камешка, который мы бросаем в речку, да, и он поскакал по волнам. И вот эта как раз поперечная волна, так называемая, она отбивает вот эти предварительно разрыхленные, например, гельм-ледозакрустации, чешуечки, да, то есть мертвые кератиноциты. Вот и вся разница, да, то есть там мощный ультразвук низкочастотный, но мы его располагаем под 45 градусов источник, и он у нас по поверхности кожи пляшет. А если нам нужно что-то внедрить, мы берем высокочастотный ультразвук, да, чем больше частота, тем меньше глубина проникновения, и уже манипулы под 90 градусов вводим, допустим, какие-то активные вещества. Вот и вся разница. Поэтому как бы мы лопатку не переворачивали, да, все равно она манипулой для фонфореза не станет. И источник ультразвука там не может меняться, то есть должно тогда два источника стоять, то есть либо две манипулы к одному аппарату присоединяться. Вот так вот. Что касается нашего низкоэнергетического лазера, да, терапевтического, то здесь тоже частота нужна, но здесь в основном используются две частоты. То есть одна из них, ну, условно называется стимулирующая, используется как раз в лазерной биоревитализации, в некоторых других терапевтических процедурах, и она равна 80 Гц. Она стоит в аппарате по умолчанию. И есть возможность изменить эту частоту, и чаще всего используется второй вид частоты, более глубокого проникновения, и такого, скажем так, более селективного воздействия, например, на сосудистое русло, то есть на капилляры. Ее так даже и называют сосудистая частота. Это частота 10 Гц. И поэтому, когда мы работаем, например, с пациентами с розацией, с куперозом, с акне, кстати, да, особенно воспалительным акне, то мы всегда начинаем наши процедуры с частоты 10 Гц, а потом переходим на 80. Но мы сегодня с вами обсуждаем лазерную биоревитализацию, про терапевтическое использование у меня там еще есть вебинар, можно его посмотреть, на Ютубе висит. Но знаете, что если у вас, грубо говоря, в клинике поставили такой аппарат, то он не только биоревитализацию умеет делать, можно работать и с пациентами с какими-то проблемами с кожей. Более того, это один из немногих, но на самом деле у нас в руках всего лишь, наверное, два таких активных метода, это Дарсенваль и низкоэнергетический лазер, которыми можно работать без контакта, все остальные требуют контактного воздействия. И если, например, в процедуре лазерной биоревитализации мы работаем контактно по гелю с гиалуроновой кислотой, потому что сама гиалуроновая кислота обладает фоэритичностью, хорошей под воздействием лазерного излучения, кроме того, она сама не мешает, не тормозит вот это лазерное излучение, то есть дает и ему поработать. А какие-то другие препараты иной раз не вводят непосредственно под манипулу, а вводят, нанося сразу после процедуры, а саму процедуру проводят по сухой чистой коже, потому что они могут, например, имеют какой-то цвет или какую-то структуру неравномерную в виде какой-то суспензии, которая не даст лазеру проникнуть и воздействовать на кожу. Поэтому существует не так уж много препаратов, которые можно контактно под манипулу непосредственно класть и использовать. Среди них как раз гиалуроновая кислота, это гели метронидазол, контрактубикс, это гепарин, это лангидазолитазон, то есть препарат лангидаза, который разрушает гиалуроновую кислоту тоже в виде геля, ну и еще несколько лекарственных средств, которые, в общем-то, можно... Гепарин, кстати, в виде геля, то есть работают именно под лазером. А все остальные какие-то комплексные препараты, особенно которые имеют какую-то неоднородную структуру, лучше использовать в виде так называемого отсроченного фотофореза, то есть когда мы делаем процедуру по подготовленной коже, то есть отпилингованной, нормально, как бы без лишних чешуек, кератиноцитов мертвых, но по сухой, кожу мы вводим, либо вообще можно бесконтактно, и потом уже в течение 3-5 минут после обработки кожи лазером мы уже вводим активный препарат, и еще и для улучшения пенетрации можем закрыть какой-нибудь альгинатный или другой окклюзионной маской. Так вот, один из немногих методов, который допускает бесконтактное внедрение физического фактора, то есть бесконтактное воздействие. 3 мм – это должно быть расстояние до кожи, чтобы было хорошее активное воздействие, и можно обрабатывать, допустим, поврежденную кожу, кожу с разлитыми формами акне или по плоскустулезной стадии розации. Можно ускорять заживление после каких-то травмирующих воздействий, как агрессивные процедуры в виде пилингов, например, или шлифовок, также и какие-то травмы, которые возникли вследствие какой-то неосторожности или еще чего-то, ожоги и так далее. То есть можно работать так. В физиотерапии очень часто, например, трофические язвы заживляют, тоже бесконтактным. Очень часто в роддомах используют эти аппараты, то есть заживляют, то есть обрабатывают несколько дней подряд, по одному разу ежедневно. Ну, сколько женщины находятся после родов в роддоме, швы после перинео или пизиотомии. То есть вот такое тоже есть применение, но об этом стоит знать, потому что ни на одной биоритализации, как говорится, свет клином сошелся. Вот. Значит, оптическое излучение. Это излучение, которое у нас в оптическом диапазоне. То есть, если вспомнить эту картинку, которая у меня наверху, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Здесь как раз у нас красный и ближний инфракрасный спектр. Вот. Как у нас, собственно, происходит воздействие. Тоже возьму, наверное, проще будет нарисовать. Представим себе кожу. Не знаю, как у меня там получится, чтобы вам было видно. У меня тут вообще все зеркально отображается. Вот у нас все пять слоев эпидермиса. Базальная мембрана, дерма. Там у нас гиалуроновая кислота и сосудики, нервы, нервные окончания у нас в эпидермисе есть. Как раз на них могут, например, воздействовать те же самые пептиды миорелаксанты. Они на эпидермальные рецепторы действуют. То есть здесь у нас фибробласты живут, которые коллаген и эластин вырабатывают. То есть это такая активная субстанция, на которую хотелось бы всегда воздействовать. Особенно если мы хотим омоложения какого-то. Дальше у нас идет уже подкожно-жировая клетчатка, мышцы, кости. Но тут, как говорится, лазер туда, как правило, с нашими параметрами не доходит. Так вот, если мы возьмем красный лазер, красный спектр, то у нас проникновение будет очень неглубокое, где-то 1-3 мм. Ну, в дерму попадет, но не больше. Основные, собственно, приемники, мишени для лазерного излучения – это меланин, гемоглобин, ну и частично углеродистые соединения какие-то. Вот. И стимулирующее воздействие, оно будет достаточно хорошим, но глубина проникновения и, как говорится, энергия вот этого лазера, которая проникла в кожу, она всего лишь где-то на 30%, возьму все-таки красный, получше пишет, на 30% он как бы внедряется и в глубину направляет свою энергию лазера. А 70% лазерного излучения, оно отражается от поверхности кожи. Вот. И, соответственно, куда деваются эти 70%? Да, они попадают зачастую в то средство, которое мы, например, нанесли для контактного воздействия и увеличивают его биодоступность. Ну и, собственно, то, что внедряется в кожу, оказывает стимулирующий эффект, о котором мы поговорим еще, и увеличивает окно проводимости кожи. Вот потому что увеличивается окно проводимости кожи как в красном диапазоне, так и в инфракрасном. Мы и имеем возможность использовать так называемый отсрочный фотофорез, то есть даже если мы не знаем точно, обладает ли форетичностью под лазером препарат, мы можем его спокойной душой, активную какую-то сыворотку, содержащую молекулы компонентов, имеющих небольшую величину молекулы. То есть понятно, что глубже проникают те молекулы, кто поменьшен размером или находится в каком-нибудь энхансере, в липосомах. Вот, например, та же самая серия Нео наша с гидрокверцитином липосомальным. Вот очень хорошо наносить после. Там, например, противоспалительные сыворотки, стопакнез и золойной кислотой тоже после обработки кожи можно наносить. И антикуперозный гель, кстати. И, соответственно, мы повысили окно проводимости кожи и сразу в течение 3-5 минут после процедуры нанесли какой-то активный препарат под окклюзионную маску для большего эффекта. И тогда мы как раз воспользуемся вот этой функцией отсрочного фотофореза. То есть лазер окажет симулирующее воздействие, плюс еще и внедрится что-то. Если мы работаем с инфракрасным диапазоном, то есть то, что больше 740, скажем так, нанометров, если быть точным, 785 – это такой пограничный диапазон. И инфракрасный лазер, он у нас уже мощнее, конечно. Он глубже проникает и процентов 70 своей энергии отдает тканям. Конечно, там что-то может частично отразаться, что-то поглощается тканями, но наружу отражается только 30% условно. И, естественно, если здесь у нас форез, как бы более преобладает, да, стимуляция, ну, очень поверхностная, да, то здесь стимуляция глубокая, более сильная. Ну, форез тоже, естественно, будет, но вот преобладает стимулирующее действие. Ну, и как бы вот лазер, который 785 нанометров, да, у него такой, можно сказать, немножечко двойственный характер, то есть он на 50% поглощается, на 50% отражается. У него неплохая стимуляция, неплохой форез, он чуть менее мощный, чем инфракрасный 890, например, да. Вот, но... 890 нанометров. Но он считается, так называемым, пограничным между красным и инфракрасным диапазоном. И иногда манипулы, которые, ну, такие более экономного варианта, да, они содержат излучатель только на 785 нанометрах. Вот, и, в принципе, довольно-таки достаточно их, чтобы работать на, например, вот тоже проводить ту же самую биоревитализацию или обрабатывать кожу там с куперозом розации с акне. Вот, но, конечно, более эффективно будет, если есть еще дополнительный источник инфракрасный, более сильный. И вот манипулы Beauty Skin, например, у Мустанга, которые сегодня будут показывать, он содержит два излучателя в себе. Вот, и даже сейчас вот отключу его и покажу вам. Вот у него два хвостика, то есть у него два излучателя, внутри одной манипулы, это сочетанное воздействие этими двумя излучателями. И там один как раз 785 нанометров длина волны, а другой 890. 785, он считается основным излучателем, то есть он работает в непрерывном режиме, а уже инфракрасный, 890, он работает в импульсном режиме, он более мощный, и за счет этого его сделали импульсным, чтобы он не сильно, как говорится, нагружал ткани, потому что мы работаем в области лица, шеи и декольте, здесь у нас близко и костные выступы, и всякие жизненно важные органы, а-ля орган зрения, вот, и поэтому, конечно, нам сильная дозировка здесь тоже не нужна. Вот, и важный момент тоже, лазер – это дозозависимое воздействие, то есть дозировка должна быть в области лица, шеи и декольте не больше 200-300 милливатт на квадратный сантиметр. По телу там уже больше допускается мощность, но по лицу не превышает 300 милливатт, но не ниже 200. Почему не ниже и не выше? Да, если выше, можно, как говорится, передозировку физического фактора сделать и, наоборот, получить какие-то неприятные эффекты, ненужные. А вот если сделать ниже 200, например, то мы эффекта нужного не достигнем, потому что нам нужно каждый раз набирать вот эту курсовую дозу. Как высчитывать, я потом в конце расскажу, объясню все. Расскажу именно, как с этим аппаратом высчитывать, потому что есть некоторые аппараты, где уже за вас все посчитали, да, есть программа там 1, программа 2, ну, то есть там программа лицо, программа шеи и декольте, программа тела и так далее. Вот, ну, с такими более упрощенными интерфейсами, там ничего считать не нужно, в профессиональном медицинском оборудовании иногда приходится, ну, посчитать, вот, чтобы нам понять, сколько времени воздействует, чтобы достичь вот этого вот эффекта, набрать курсовую, вот эту вот, не курсовую, а именно разовую дозу. Какие эффекты у лазера, соответственно, да, чего мы получаем? Естественно, это стимуляция клеток, тканей на всех уровнях, куда он проникает. Соответственно, керациноциты эпидермиса, это фибробласты дермы, ну, частично инфракрасным лазером можно, конечно, и подкожно-жировую клетчатку затронуть, ну, особенно, если она не глубоко расположена. Вот, и везде ускоряется деятельность клеток, а клетки у нас занимаются в организме тем, что делятся, то есть метоз ускоряется, да, вот эти вот их процессы деления, соответственно, вырабатывается больше энергии АТФ, активизируются все метаболические процессы, обмен, да, трансмембранный транспорт, вот, то есть выводятся какие-то вещества из клетки, поглощаются активные вещества клеткой самой, вот, соответственно, фибробласты вырабатывают структурные белки кожи более активно, то есть, соответственно, повышается упругость, тонус, тургор, вот, керациноциты быстрее обновляются, значит, может быстрее уйти поверхностная пигментация, кожа будет выглядеть более гладкой, молодой, вот, то есть нам, ну, мы ускоряем обновление. Кроме того, очень важное воздействие, одно из основных, да, на кожу, это улучшение микроциркуляции, причем не только за счет расширения сосудов, как большинство физических факторов делает, да, а за счет еще и такого процесса, как неокапиллярогенез, то есть, когда у нас на месте, где была ишемия, да, где сосуды плохо кровоснабжали ткани, прорастают новые коллатеральки, и, ну, наподобие, как, вот, допустим, убрали из, допустим, какую-то барикозно расширенную вену голени, да, но там же не осталась нога без кровоснабжения, там новые начинают сосудики прорастать, вот здесь точно так же начинают новые капиллярчики образовываться, не расширенные, такие, которые уже, ну, в общем, чуть ли не превратились в телеангиэктазии, да, такие здоровые, нормальные, с хорошим тонусом сосудистой стенки, и тем самым улучшается цвет лица, да, если мы в области лица работаем, вот, и тем самым идет профилактика, например, купероза, профилактика каких-то других сосудистых проблем, а-ля там розация, например, вот, то есть можно использовать с этой целью. Кроме того, помимо того, что улучшается микроциркуляция реологии крови, улучшается реология лимфы, то есть лазер низкоэнергетический обладает еще и противоотечным эффектом, что как раз очень важно, когда лицо пастозное, отечное, и мы, если снимем отечность, мы уже получим очень хороший эффект до и после. Поэтому микроциркуляция, лимфоток тоже хороший эффект, да, плюс, собственно, сам лазер форез, то есть некоторые вещества мы можем непосредственно под манипулы использовать, как я уже рассказывала, какие-то вещества нам лучше использовать сразу после процедуры, так называемый, отсрочный форез. Вот, да, если есть уже небольшой купероз, как раз лазерное воздействие, это процедура выбора для работы с такой кожей. То есть микротоковая терапия и лазерная терапия – это две процедуры, которые лучше всего из физиотерапевтических процедур профилактируют купероз, ну, и если сосуды еще способны, как говорится, реагировать на какие-то воздействия, то уменьшают его выраженность. То есть понятно, что если уже сосудистая звездочка появилась, телеангиэктазия, то есть сосудистая стенка выглядит уже как лопнувший воздушный шарик, то ее только можно механическим путем убрать, там, лазером или волосковым электродом сургетрона, ну, фактически выжить, да, слепить эти сосуды. А как бы, если мы хотим, чтобы новые телеангиэктазии не образовывались, чтобы эритема уходила, да, чтобы склонность к покраснению была меньше, то тогда как раз нужно делать курс лазерной терапии, либо делать курс микротоковый, либо как-то их чередовать, то есть именно работать с сосудами. То есть это как раз показания, не противопоказания. Кстати, о противопоказаниях мы с вами отдельно поговорим. Значит, что касается преимуществ терапевтической лазерной терапии, так называемой, это то, что мы и форез делаем, да, и стимулируем ткани очень эффективно, это безболезненно, то есть когда мы работаем по лицу, нет никакого ни покалывания, ни жжения, никаких неприятных ощущений, то есть процедура комфортная. И это достаточно безопасно, нет каких-то рисков, ожог там сделать, если только мы не будем долго на одном месте держать манипулу, мы должны постоянно двигаться. И, естественно, если мы соблюли все противопоказания. Это легко в применении, потому что процедура, в общем-то, технически мало чем отличается от проведения того же самого ультрафона фореза, который, как правило, все умеют делать. И достаточно неплохо сочетается с другими методиками. То есть можно через давать курсы, можно, например, перед лазерной терапией использовать тот же самый ультразвуковый пилинг, если очень хочется. Но я чаще всего использую просто массаж по энзимной маске, ничем не хуже, чем ультразвуком почистить. Кожа будет достаточно подготовлена к внедрению активных компонентов низкоэнергетическим лазером. Вот какие показания основные? Естественно, сосудистые проблемы. И помимо этого, все, что как раз относится к антиэйдж, то есть тургор эластичности снижен, тоничная тусклая кожа, цвет лица плохой, морщины стали появляться, пигментация поверхностная. Особенно понятно, что лазер низкоэнергетический не уберет пигментацию, он просто будет стимулировать обновление кожи, эпидермиса. И это все, что связано с реабилитацией или подготовкой кожи, наоборот, к каким-то агрессивным воздействиям. То есть начиная от подготовки к поездкам куда-то, где активное солнце, делать курс, либо когда возвратились оттуда, сделать курс для того, чтобы восстановить кожу. И опять-таки подготовка, либо реабилитация после травмирующих агрессивных воздействий, таких как пилинги, лазерные шлифовки, драмабразии, какие-то пластические операции. То есть то, когда нужно ускорить репаративные свойства кожи. Учитывая то, что в физиотерапии чаще всего, например, трофические язвы заживляют этим лазером, можно понять, как говорится, длительно незаживающие повреждения, насколько ускоряет все-таки лазерная терапия репаративные способности кожи. Понятно, что мы можем какие-то репаранты топические, такие как, например, наш всем известный гель интенсив регенерация использовать. Но при этом, если мы еще и будем стимулировать глубоко лазером, низкоэнергетическим курсом, то заживление еще быстрее пойдет. Значит, по поводу противопоказаний. Что важно. Естественно, противопоказания будут идентичны, как и у всех других аппаратных процедур. Причем в медицине, естественно, противопоказаний будет относительных, меньше, чем в косметологии. То есть в эстетической медицине мы более ограничены. То есть мы не можем диабетика взять на процедуру декомпенсированного, а ему же будем в физиотерапевтическом кабинете заживлять трофические язвы благополучно. То есть здесь, как говорится, есть некоторые нюансы, но основные – это онкология, в том числе, как говорится, подозрения на нее, доброкачественное образование со склонностью к росту, нам не нужно стимулировать лишнее деление клеток в каких-то новообразованиях. Поэтому если на лице есть какой-то неблагополучный на вид невус, который склонен к росту, или у него как-то меняется структура, то надо проконсультироваться с дерматонкологом, что с ним делать. И не нужно ни в коем случае делать по нему, вводить манипулы, делать какие-то процедуры стимулирующие. Также онкология понятна. Соответственно, системные заболевания крови, соединительной ткани, то есть какие-то тяжелые хронические процессы тоже являются всегда противопоказанием к аппаратной косметологии. Не всегда они же являются противопоказанием к реабилитационному, то есть к использованию тех же аппаратов и той же физиотерапии в восстановительной медицине, но в эстетической косметологии являются. Поэтому если человек, хроническими какими-то заболеваниями серьезно болен, то аппаратные воздействия мы ему делать не будем. И, соответственно, если у него какие-то эндокринные патологии серьезные, диагностированные, сердечно-сосудистые и так далее, то лучше ему аппаратные процедуры не назначать. Беременность однозначно является противопоказанием. И есть такое противопоказание, как индивидуальная непереносимость лазерного излучения. Но оно, честно говоря, больше как бы из серии в литературе описано, но никто не видел. Но описаны случаи, когда при воздействии с низкоэнергетическим лазером у человека начиналась, допустим, тахикардия, или кожа краснела, или что-то. Но так вот логически подумав, это вполне могло быть не реакцией на сам лазер, а какой-то панической атакой, например. И просто зафиксировали, описали в литературе. Ну, соответственно, мы должны тоже учитывать, что какая-то индивидуальная чувствительность к этому физическому фактору гипотетически может быть. Поэтому всегда мы в информированном согласии вот эти все вопросы задаем. Нет ли у вас того-того-того, не беременна, нет ли онкологии, нет ли чего-то там еще. И пациент ставит галочки, где он какие-то заболевания знает. Естественно, как говорится, не все дообследованы. Есть люди, которые не знают каких-то патологий. Но когда уже это диагностировано и понятно, то это является противопоказанием к любой аппаратной процедуре. Если мы делаем аппаратную процедуру, мы всегда должны это учитывать. Не надо, конечно, всего бояться, но учитывать должны. Значит, в результате курса процедур что мы получаем? Мы получаем практически то же самое курса процедур. Прошу отметить. То же самое, что и, допустим, после тех самых пресловутых двух инъекций с интервалом в три недели хорошего какого-нибудь биоревитализанта. То есть это сглаживание морщин, уменьшение глубины глубоких, частично устранение тонких линий. Это хорошая такая напитанность, увлажненность кожи. Это улучшение гладкости кожи, повышение тургора тонуса. Очень хорошо устанавливается тоже цвет лица. Но в отличие от инъекционных процедур нет никакого воздействия у них на репаративные способности. Здесь есть. Но самое основное, потому что всегда возникает вопрос, а что проще может проколоть, чем делать 10 процедур вот этих. Потому что курс, он все-таки не меньше 10 процедур. Чтобы получить именно стойкий результат, а не такой как бы экспресс на выход на пару дней. Когда лучше, например, очень часто спрашивают сделать инъекцию, а когда лучше сделать курс неинвазивный, внедрение той же самой гиалуронки. Есть определенные моменты, когда мы, например, пациента просто не можем проколоть, потому что либо у него, например, аллергия на аппликационные анестетики. Либо у него может быть, допустим, изначально такое пастозное, отечное, тяжелое лицо, особенно это характерно для пациентов с некоторым избыточным весом. Иногда просто строение такое у нас, кстати, славянский наш тип, деформационный тип старения, он склонен к этому всему, к тому, что у нас все вниз повисает и тяжелее. Но когда еще склонность к отечности, то, конечно, не стоит прокалывать биоретелизант, потому что сами вколы даже и само наличие гиалуронки в тканях внедренной еще больше усугубит отечность. И, как мы на каком-то семинаре смеялись, получим в результате хабитус-алкоголик. Потому что будет такое отечное лицо. Поэтому, если склонен человек к отекам, имеет тяжелое лицо, лучше, конечно, неинвазивно вводить, тем более большинство неинвазивных методик еще и противоотечным действием обладает. А если у пациента, например, мелкоморщинистый тип старения, четкий овал, худощавое лицо, то очень хорошо, конечно, классическая биоретелизация инъекционная дает результат. То есть это самые благодатные пациенты для именно инъекционного воздействия. В принципе, как говорится, не возбраняется и то, и то делать, конечно. Но вот, например, тяжелых и пастозных лучше не прокалывать. Лучше что-то неинвазивное сделаться. И плюс какие-то лимфодренажные техники еще регулярно им применять. Значит, что еще может быть? Может быть, экономический фактор, конечно, на выбор влиять. Потому что, ну, ладно, там, в Москве до кризиса, конечно же, процедуры стоили там прилично. А сам биоретелизант в закупке тоже не меньше, там, 5-7 тысяч хорошие стоят. А если вы находитесь где-то в каком-нибудь отдаленном региональном городе, где процедуры, да не обязательно отдаленном, далеко от Москвы даже ходить не надо, где процедуры уже не по 5 тысяч, там, грубо говоря, или по 15, если это инъекционная, вот, а уходовые там от 3 до 5. А процедуры уходовые там, грубо говоря, от 500 до 1000 рублей стоят. В какой-нибудь там, я не знаю, даже в Подмосковье, в Туле, там, в то же самое было. Там жаловались косметологи, что очень, ну, дешево процедуры стоят, очень сложно отбить себестоимость. Поэтому вот в регионах, например, особенно в отдаленных, гельтек очень такой популярностью пользуется, потому что хорошее качество препаратов, да, потому что все из европейского сырья практически делается, все, как говорится, работает. А при этом себестоимость недорогая, получается, по факту, да, самой процедуры, там, не больше, там, 150-200 рублей, любая уходовая процедура, можно уложиться. Вот, и поэтому, когда у тебя процедура сама стоит, там, 700 или 1000 рублей, это очень существенно. Поэтому там не всякий пациент еще может себе позволить проколоть биоритализант. То есть такой экономический момент, не связанный вообще никак со здоровьем. Вот, тогда уже, если в клинике все равно уже аппарат стоит, можно внедрять киалуроновую кислоту неинвазивными методами, да, и это будет недорого. То есть, или там делать низкоэнергетический лазер, это как раз будет прям совсем эффект биоритализации, потому что еще задействуется стимулирующее действие лазера, помимо внедрения самой гиалуронки. Естественно, самой гиалуроновой кислоты при физиотерапевтических внедрениях, да, форезах заходит не так много, как если мы инъекциями введем, но ее, собственно, для активного эффекта не так много и надо. Главное, простимулировать выработку своей. Вот, ну и можно электропорацию еще использовать для этой цели. Так что вот такие вот нюансы. Вот, что касается самой процедуры, да, как у нас проводится сама процедура. То есть идет классический протокол, который мы сто раз на наших семинарах и вебинарах уже обсуждали. То есть это идет демакияж, используем максимально щадящее средство. Я там как бы всегда люблю свой свой очищающий гель любимый, который у меня вся семья пользуется. Использовать тушим из глазок можно смыть и с лица и шеи косметику, глаза не щипят. Вот, потом можно, в принципе, использовать, например, либо там ультразвуковой пилинг сделать для того, чтобы убрать максимальный гиперкератоз. Чем лучше мы уберем омертвевшие клетки, тем у нас лучше сам физический фактор будет воздействовать, тем больше мы внедрим еще и препарата. Вот. Либо, вот, моя излюбленная тема, это сделать массаж минут 10-15 по энзимной пектиновой маске. Потому что гелевый пилинг очень хороший поверхностный, на основе папаина, молочной кислоты. Ну, те, кто с нами давно, уже давно в работе его имеют, знают прекрасно. И, естественно, в профессиональном уходе очень хорошо делать по нему массаж. Не просто там под пленку класть или оставить и пойти чай пить, а именно сделать уже определенную процедуру. Тем более, что когда пациент приходит на аппаратную процедуру, он приходит, как говорится, не предполагается массажных техник. А тут бонусом он получает еще неплохой 15-минутный массаж. Тут же можно уже или продренажить хорошо лицо, шеи, декольте, воротниковую зону. То есть можно, в принципе, уже встать на путь к хорошему до и после. Уже на этапе предухода. Значит, делаем холодное распаривание или массаж по энзимной маске, какой-то легкий пилинг. Снимаем это все. Тонизируем кожу обязательно. Очень хорошо внедрению активных веществ способствует аха-кислоты. Если есть возможность, и вы там где-то на юге, и пациент пойдет сразу загорать, то можно использовать аха-кислоты. То есть тоник, например, освежающий наш с аха-кислотами. Очень классный, потому что там все аха-кислоты, всего их там 4%, плюс себорегулирующий комплекс. Очень приятная штука. Тоже можно использовать как раз перед форезами. И когда мы уже кожу подготовили, протонизировали, то есть вернули ПАЖ на место, мы уже наносим тот препарат, который мы вводим. Обводим мы для биоревитализации, естественно, низкомолекулярный гель-концентрат. Вот этот вот. Вот который. Самый наш такой известный. С 2% низкомолекулярной гиалуроновой кислотой фармакопейного качества. Чехи нам поставляют эту гиалуронку. Очень хорошая. Уже мы лет 15 с ними работаем. И большинство, на самом деле, процедур, которые проводятся, по крайней мере, на территории Российской Федерации, и не только, еще и в Европе, в Прибалтийском регионе, в основном по нашему гелию делают. Потому что цена и качество оптимальны. Так вот. Эта низкомолекулярная гиалуроновая кислота внедряется как раз, не мешает лазеру проникать в кожу. Поэтому ее можно наносить непосредственно на кожу, и по ней работать манипулы, как делаем фонофорез, например. И, соответственно, сама процедура проводится. Я вам потом покажу, как аппарат настраивать. Схем каких-то определенных нет, как делать, если у меня аппарат выключен. Я обычно начинаю с лба. То есть я на подготовленную кожу наношу где-то миллилитр, наверное, самого препарата, наношу на шею, даже если по шее не работаю. Если я буду работать по шее декольте, табу вот эта зона. То есть мы никогда не обрабатываем зону щитовидной железы. То есть только латеральные части. И, соответственно, все лицо. И я предпочитаю нанести сразу на всю подготовленную кожу какую-то часть препарата. Всего где-то на процедуру миллилитров 5 уходит. И потом из флакончика добавлять уже под манипулу зонально. Так получается и расход меньше, и всегда, как говорится, кожа с препаратом. Соответственно, мы можем вводить... Естественно, у нас глаза обязательно защищены. Как правило, я делаю что? Я беру два ватных диска, на них гель для кожи вокруг глаз противоотечный, и получаются такие как бы пэтчи, они не улетают в глаз, и можно положить сверху. Можно зафиксировать вот этими очками, которые даются пациентам для проведения лазерных процедур. В отличие от очков для соляриев, они просто непрозрачные. Но не все пациенты любят, когда следы от очков могут остаться, поэтому, в принципе, можно допустить плотные хорошие ватные диски, если лежат, и если вы работаете рядом где-то, обязательно их придерживать рукой, чтобы, не дай бог, свет никакой не попал в глаза. Но надежнее, конечно, зафиксировать очками. Соответственно, глаза защитили и начали работать. То есть у нас два варианта движения. Либо мы делаем вот такие вот продольные, с такой средней-средней скоростью, либо мы делаем вот такие вот круговые движения. И обрабатываем. Лоб, например, обработали всю зону, перешли на щечки. Придерживаем ватные диски, нос обрабатываем, щечки обрабатываем. Естественно, если мы здесь будем работать движениями спиральными, то мы делаем улыбочку. То есть не внизу будем располагать, нашу манипулу, вот эти вот витки. А вот так вот. То есть вернулись, опять проехались, вернулись, проехались. И мы ограничены костным краем орбиты. Дальше мы обрабатываем подбородочную зону, переходим на следующую щеку. И в наше время, которое мы с вами рассчитаем, сразу предваряю, что лицо у нас порядка 10 минут обрабатывается. То есть где-то у нас получается на каждую зону по 2-3 минуты. Кому как удобно. Кто-то просто вот так вот кругами все лицо обрабатывает. Я люблю задержаться, допустим, на 2,5 минуты на одной зоне, потом еще по 2 минуты на одной зоне, потом еще, и вот так у меня получается 10 минут. Если у нас еще шея и декольте, то где-то около 20 минут идет обработка. Когда мы закончили саму процедуру, у нас аппарат отключился, то остатки гиалуроновой кислоты я предпочитаю снять влажной салфеточкой. Можно тоником побрызгать, снять, можно просто влажной водой, а потом просто кожу протереть еще раз тоником, как вариант. Таким образом у нас не будет на коже оставаться вот этой пленочке, которая может быть от той части гиалуроновой кислоты, которая не впиталась. Потому что мы потом будем делать маску. Маска тоже содержит активные компоненты, и нам хорошо бы, как говорится, их поглубже тоже внедрить. Какую маску можно делать после лазерной биоревитализации? После лазерной биоревитализации лучше всего делать либо какие-то окклюзионные маски, положить сыворотки, например, миорелакс, интенсив омоложение, или там актив лифтинг и закрыть альгинатом. Но чаще всего, вот почему-то у меня опыт такой, что лазерную биоревитализацию заодно и с сосудистыми проблемами пациента попадается. Я делаю эту маску, которая еще и выравнивает тон за счет того, что сосудики активно сужаются, то есть получается такая беленькая, ухоженная фарфоровая личка. Большинство из вас эту маску уже сто раз видели и внедряют в свою практику. Я это точно знаю, можете даже отписаться. Кому нравится, наверное, многие уже знают, что я скажу. То есть делаю я маску из двух наших препаратов. Это не отдельная маска, это два активных препарата, которые каждый по себе самодостаточный. Их можно внедрять всякими форезами и работать и в домашнем уходе использовать, и все, что угодно с ними делать. Они содержат, это серия Нео, естественно, любимая, самая такая тяжелая артиллерия, наша гильтековская, с липосомальным дегидрокверцетином и с венотониками. То есть идет два препарата на маску. То есть наносим на лицо и шею, декольте гель для сухой нормальной кожи Нео, который содержит липосомальный дегидрокверцетин и различные венотоники. Арника, плющ, потом бузина, постельница лекарственная, мальва, огурец. То есть очень такой интенсивный, концентрированный комплекс экстрактов. Да, Ольга? Ну, я знаю, что я просто вижу знакомые фамилии, что здесь люди уже, которые с нами работают давно, естественно, они уже все мои вот эти как бы лайфхаки знают и внедряют, да, и очень хорошо, что это нравится. Вот. И на самом деле такой как бы маска очень экономичная, потому что она, себестоимость ее получается очень дешевая, гораздо дешевле, чем коллагеновый лист тот же самый, трехевровый там или пятиевровый положить. Вот. А тут получается маска там обойдется рублей в пятьдесят, а эффект совершенно шикарный, фарфоровое лицо. Так вот, берем гель для сухой нормальной кожи Нео, кладем его на лицо средним слоем, потом вот такую маску, да, ну, как правило, я беру маску с шеи, да, из кушечка шеи носик дополнительно еще делаю. Вот. И пропитываю эту маску лосьоном концентратом Нео. Само покажу. Он, ну, у меня здесь маленький флакончик, вообще есть в больших, вот, и лосьон концентрат это самый концентрированный, можно сказать, раствор липосомального дегидрокверцитина у нас, 10% его там в составе, вот, и он сверху, как говорится, еще и дополняет концентрацию, то есть он не тянет на себя, как говорится, активные вещества, а наоборот, усиливает действие геля для сухой нормальной кожи Нео и создает влажный такой компресс. сверху вот этой одноразовой масочки я кладу сухое полотенчко, то есть обычное сухое, никакое не горячее, просто вот сухое обычное полотенчко для комфорта, чтобы не испарялась быстро вот эта вот влага, да, с другой стороны немножечко она все-таки испаряется, потому что в воздух попадает, и пациенту комфортно и тепло, нет вот этого холода, да, когда испаряется влага, и на 15, можно на 20 минут, после того, как вы маску снимаете, вы видите вот это прекрасное гладенькое личико, беленькое, даже если были какие-то там пятна раздражения, очень, кстати, хорошо использовать после чисток, например, ну, каких-то раздражающих процедур тоже хорошо успокаивает, вот, и получается, что пациент уже себя в зеркале смотрит, после того, что финальный крем уже нанесли, и говорит, о, как вообще, классно там, до и после будет действительно очень хорошее, и держится долго этот эффект. Соответственно, в качестве финального крема уже вы можете выбирать, зависит, естественно, от и типа кожи, да, если кожа, например, склонна к сухости, нормальной кожи, я люблю закрывать, если не нужен SPF, естественно, новой нашей сывороткой, витаматриксом, потому что, на самом деле, антиоксидантный коктейль это не сыворотка, это, как бы, крем полноценный, такой, очень приятный, ну, и помимо витаминов, там еще есть такой декоративный эффект, то есть, там есть светоотражающие частички, как бы, он, конечно, не как хайлайтерм летит, да, но такое внутреннее свечение придает, многим нравится, вот, и он очень хорошо идет, как раз, для нормальной сухой кожи, для жирной комбинированной я предпочитаю закрывать, если не нужен сильный SPF, увлажняющим нашим, стандартным, любимым, который уже, ему уже сто лет, вот, который дает SPF 10, который, очень легкая текстура, как молочко, такая эмульсия, не жирнит, не как бы, не дает блеск, даже на жирной коже, можно им закрыть, а если, допустим, солнце активное, тогда уже берем наш мультипротектор, SPF 50+, oil-free, да, и закрываем им, можно, в принципе, по идее, если очень хочется, конечно, какую-нибудь сыворотку положить под крем, но после маски, вот этой вот, с гелем для сухой, нормальной кожи, нео, лосьоном, концентратом, нео, я, честно говоря, могу сказать, что сыворотка, это, ну, уже слишком жирно, то есть, как бы, нет смысла, да, ее уже класть, потому что кожа настолько напитана, уже после процедуры, и гиалуроновая кислота, и вот эти компоненты гелий, которые входят в маску, и поэтому, в общем-то, достаточно только нанести крем, причем маска вот эта вот тканевая, и она ничего там смывать уже не нужно, просто если где-то там что-то не впиталось, просто самой масочкой протерли, и дальше просто нанесли крем, вот и вся процедура, на коже вокруг глаз, дополнительно у кого там как бы очень сухая кожа, морщинки выражены, можно нанести крем-сыворотку с эффектом лифтинга, тоже одна из новых наших сывороток, которые в линии хоумкер, то есть для домашнего ухода, так называемый, но в кабинете ее тоже прекрасно можно использовать, именно вот для этой зоны, а дома у нее есть еще один лайфхак, ее очень хорошо, так как она вот в таком вот флаконе большом, достаточно и недорогая, особенно по нашей с вами цене специалиста, ее можно вместо ночного крема вообще на все лицо наносить, и очень классный результат получается, там Матриксил, Морфомикс последнего поколения, кофеин, то есть очень много всяких активных компонентов, вот это что касается косметики, что касается курса процедур, вернемся к самой процедуре, лазерная биоретализация оптимальна, конечно, так как это физиопроцедура, классическая физиотерапия, ее, конечно, лучше и использовать, следуя правилам классической физиотерапии, то есть это 10-12 процедур, ну 8 это минимум, я вам могу сказать, что эффект именно такой вот разглаживания, сияния, такой напитанности, он начинает проявляться и становиться стойким, только где-то к 5-6 процедуре, поэтому, конечно, лучше, если их будет хотя бы 10, вот больше 15, наоборот, не рекомендуется, там уже передозировка физического фактора будет, единственное, 15 можно делать тогда, когда у вас нет возможности делать их ежедневно или через день, как положено, да, вы делаете, допустим, два раза в неделю, тогда вы курс, да, растягиваете немножко и делаете больше процедур, так называемая салонная схема, но, конечно, лучше всего работает классическая схема, когда вы делаете эти процедуры ежедневно или через день, вот, соответственно, для того, чтобы эффект зафиксировать, да, желательно делать еще поддерживающие курсы, рекомендуется первый поддерживающий курс сделать через 2-3 месяца, после основного, и он где-то, ну, 4 процедуры, 4 дня, там через день или ежедневно, 4-5 максимум, вот, и потом где-то через 4-6 месяцев, то есть условно через полгода, да, тоже можно сделать такой краткий поддерживающий курс, то есть раз в месяц, а мне надо вот этих поддержек делать, только вот так, и потом уже можно делать просто без всяких поддержек, раз в год такой курс, как этап ухода за кожей. Понятно, что человек может и курс массажа пройти в течение этого года, и курс микротоковой терапии сделать. Но вот лазерная биоритализация после прохождения первого этого курса, состоящего из основного 10-12 процедур и двух поддерживающих, достаточно просто делать один раз в год. Поддержки уже не нужны. Это что касается курса. Теперь немножечко обратно в физику. Я надеюсь, что вы не устали еще, как вы там нормально. А то информации просто много. Вы там не говорите, если я чего-нибудь может быть слишком заумное рассказываю, чтобы я чего-нибудь повеселее рассказала. А, электроэпиляция? Про электропорацию, может, вы имеете в виду, Ольга? Электропорация, наверное, да? Вот, электропорация, да. Смотрите, когда электропорацию вы делаете, там, в принципе, тоже не нужны особо поддерживающие процедуры. То есть, как бы, делается электропорация просто чаще всего не курсом, а эпизодически. Ну, чаще делается. То есть, это именно внедряющее такое. Если нужно, конечно, тоже именно обезвоженная сильно кожа, то есть, нужно именно вот насытить ее, перенасытить гиалуронкой, да, к примеру, тогда, ну, или какие-то другие вещества вводятся, не обязательно гиалуронка, да, то есть, когда мы электропорацию делаем, можем какие-то другие активные компоненты. Все зависит от показаний, да, то есть, это либо курс, там, с какой-то проблемой мы работаем, да, или там та же самая обезвоженность, или просто как процедуру на выход используем. Как правило, электропорация, спасибо, электропорация делается, ну, от, там, 5-6 процедур, тоже можно делать через день, можно электропорацию, кстати, делать и раз в неделю, тут как раз нет такого, потому что это не дозозависимый фактор, это просто мы воздействовали на кожу, открыли канал и внедрили, да, то есть, а лазер, почему именно курсовой, именно такой более оптимально делать, потому что там нужно нам курсовую и разовую дозу набрать, именно вот, чтобы запустить вот эти процессы все в клетках, да, то есть, не просто внедрить, да, а еще и активизировать, простимулировать процессы все, да, обновления, деления, капилляров новых образований и так далее. Понятно, да, разница? То есть, здесь как бы нам важно курс сделать и доделать, да, а вот в электропорации ультрафонофорез, то есть форетические всякие воздействия, то там как раз это не критично, да, если, конечно, ультразвук используется в работе с рубцами, да, именно само действие ультразвука используется, да, вы делаете форет по гелю контрактубикс, например, на рубцы, вот, то тогда, конечно, тоже курсом, там, порядка 10 процедур, а бывает, что и больше, вот, то есть все зависит от показаний. Так вот, вернемся к нашим, как говорится, низкоэнергетическим лазерам, и как же нам вот эту дозировку подобрать? То есть, фактически мы знаем несколько параметров, то есть в физике есть формула такая зависимости плотности дозы, вот именно как раз той, которую нам нужно набрать фактически, да, то есть те же самые 200-300 мВт на квадратный сантиметр, от мощности излучения, да, которую нам манипула выдает, да, от времени воздействия и от площади, на которую мы, собственно, воздействуем. Естественно, вот в этой формуле, которая, вот у меня написано, да, D – это плотность дозы, P – это мощность, A – это время, S – это площадь. Вот, из этой формулы можно вывести одно неизвестное, да, потому что нам неизвестно только время, сколько нам работать на коже, чтобы достичь вот этого эффекта. Соответственно, плотность дозы мы знаем, 300 мВт на квадратный сантиметр, мощность мы знаем, она либо прописана в технических характеристиках аппарата, либо мы ее можем измерить, потому что в хороших медицинских аппаратах все-таки всегда встроен фотоприемник. Я вам сейчас покажу, что это такое. Даже прямо сейчас покажу. То есть вот эта часть аппарата – это фотоприемник, то есть это измерительный прибор, встроенный в аппарат. И когда мы манипулу сюда прислоняем, он считывает, сколько она в режиме реального времени сейчас вот этих самых миливатт или ватт выдает. Поэтому мы можем либо измерить, либо знаем изначально технических характеристик. А те аппараты, в которых нет такой штуки, более такого, не знаю, как это назвать, эконом-неэконом, ну, так сказать, рассчитанных не на использование в больницах, например, то там, может быть, просто нужно раз в какое-то время, которое прописано опять-таки в инструкции, может быть, раз в год ходить в сервис, там, калибровать вот эту манипулу, смотреть, насколько она подсела. Потому что она со временем, конечно, может садиться. Но я могу вам сказать, что это, конечно, не пьезоэлемент лопатки, вот разукового скрабера. Манипулы, если их не ронять, с лазерной, они живут десятилетиями. У нас на кафедре физиотерапии стоит аппарат, который сделан в 70-х годах. Конечно, он не такой некомпактный, не для лобильной методики, там вот такая труба, вот этот лазер, но он до сих пор параметры свои, как говорится, выдает. Так что живут они долго, если их, как говорится, не травмировать. Значит, смотрите, чтобы нам вычтить время из этой формулы, мы переставляем, время будет у нас первое, и будет оно зависеть от, как говорится, произведение плотности дозы на площадь поверхности, деленное на мощность манипулы. Соответственно, дозу мы знаем, 300. Площадь мы тоже можем посчитать. Смотрите, если мы вспомним физиотерапию, то площадь, как правило, мы считаем ладошками. Каждая ладошка – это где-то 150 квадратных сантиметров. Ну, у мужчин может быть 160. Поэтому примерная площадь лица будет 300 квадратных сантиметров. Если мы берем еще шею декольте, то у нас добавляется, условно говоря, еще 3 ладошки. Раз, два, три. И это еще 750 квадратных сантиметров. 450, точнее. И все вместе с лицом получится 750. Понятно, да? Вы меня тормозите, если вдруг чего-то непонятно, я еще раз поясню. Так вот, чтобы нам вычислить время, мы плотность дозы 300. Сейчас возьму даже, наверное, эту свою. Доску, украденную у детей. Вот. Значит, все нюансы удаленной работы. Значит, смотрите, вот мы хотим время в секундах посчитать. То есть у нас плотность дозы – это 300 мВт на квадратный сантиметр. Умножаем на, соответственно, площадь нашего личика, ну, на лицо только посчитаем. На 300 – это будет у нас площадь лица. И делим мы это на мощность манипулы. Ну, условно, по номиналу она у нас 150 мВт. Ну, допустим, если берем одинарную манипулу, которая 785 нанометров. В случае манипулы Beauty Skin, опять-таки, там есть дополнительный источник лазерного излучения, мощного, но импульсного, который 890 нанометров длина волны. Но мы его в расчеты не включаем, а мы просто на этом канале, где он, запоминаем одну цифру, то есть это будет 5 или 6, ну, условно, 6, да, допустим, поставим. Вот, не больше 5-6 Вт должно быть воздействие на область лица, шеи и декольте. Опять-таки, где близко костные выступы, там и так далее, да. Вот, и здесь получается у нас что? Вот мы высчитали время по основному излучателю, который работает в непрерывном. Да, вот уже Ольга посчитала. Получается у нас 600 секунд или 10 минут. Соответственно, вот эти 10 минут мы будем работать по лицу, чтобы набрать вот эту разовую дозу 300 мВт на квадратный сантиметр вот этой манипулы на этом аппарате. Соответственно, у других аппаратов там, может быть, не нужно ничего высчитывать, а может быть, как-то немножко по-другому высчитывать, да, но я в данном случае рассказываю, как на мустанге это сделать. Вот, если, опять-таки, у нас манипула одна, бывает, что вот, допустим, другие аналоги есть, похожие на мустанг, да, которые имеют одинарную манипулу, не двойную, да, которая просто имеет один излучатель 150 мВт. Вот, тогда мы просто вот это вот не запоминаем, потому что там нет второго излучателя, а просто вот высчитываем и 10 минут работаем. Вот, понятно, да, этот момент? Так, сейчас я вам теперь это для закрепления покажу, как на самом аппарате это делается. И в заключение мы про домашний уход пару слов или вопросы какие-то все будут. Значит, смотрите, сейчас попробую вам это продемонстрировать, насколько это возможно, да, в таких условиях. Значит, аппарат из себя представляет... Аппарат из себя представляет... Главное, чтобы он у меня из розетки не выключился. Собственно, два канала, двухканальный. Как раз мне и нужно два канала, потому что у меня сочетанное воздействие двумя излучателями идет как раз. И вот я его включила. И когда я его включаю, соответственно, все настройки, которые я сделала, они будут сохраняться до того момента, как я вот эту серую кнопку не выключу. То есть я калибрую аппарат в начале смены, к примеру, да, у меня там, допустим, запланировано два пациента с лазерной терапией. И, соответственно, после второго пациента я могу его выключить и на следующий день опять включить. Значит, два канала у нас, куда у нас подключены, собственно, наши излучатели. Здесь у нас есть частота. Вот, если вы обратите внимание, она 80. Вместо по умолчанию стоит. Но если мы работаем, например, с сосудами или с пациентом акне, там, как правило, там первые несколько процедур делаются на сосудистой частоте, а потом уже на стимулирующей делаются процедуры. Мы можем поменять частоту. Либо просто 10, либо стрелочкой поменять. Удобнее, конечно, просто 10 поставить. Потом можем вернуть обратно на 80. А вот здесь внизу желтенькие стрелочки – это уменьшать мощность. Или увеличивать больше номинальный мы, понятно, не можем, сколько он выдает. Но вот мы можем уменьшить, увеличить в пределах, как говорится, возможностей аппарата. Соответственно, вот это у нас пуск, когда мы начинаем процедуру. И вот в этом уголочке, в левом верхнем у нас, мы устанавливаем время. То есть посерединке у нас будут минуты, да, и здесь мы будем их устанавливать. Значит, что мы делаем, когда хотим проверить мощность нашей манипулы? В идеале, конечно, калибровать нужно, сняв вот эту защитную насадку. Но чем чаще мы ее снимаем, тем больше шансов повредить сам излучатель. Поэтому небольшая погрешность есть, когда мы меряем, за счет того, что она не идеально ровная, а такая немножко полукруглая. Но все равно фотоприемник ее нормально распознает. Включаем первый канал. Прислоняем сюда наш излучатель и включаем пуск. Так, вот, и сейчас момент. Сейчас еще раз сделаю. Перезагружу. То мы время уже начали устанавливать. Вот когда, кстати, я его включаю... А, ну вот, я поняла, почему он не работает, потому что у меня уже ускакала одна манипула, конечно. В таких военно-полевых условиях бедный аппаратик. Вот, смотрите, он узнает их сразу, когда я включаю. Да, он написал 1, 2, увидел их. Включаем один канал, включаем пуск. Да, и вот у нас он пишет, сколько у нас эта манипула выдает. Вот. В данном случае написано 165-166 мВт. Мы можем вот здесь убрать до, как говорится, 150. Вот, 150 примерно, да, поставить. Просто когда я начинаю двигать, она начинает искажаться немножко. Вот. Мощность убрали до 150, и тогда мы будем работать 10 минут. Если мы не хотим работать 10 минут, нам только лицо нужно обработать, можем там его и за 8 минут обработать. Можем, вот он, допустим, выдает у нас 180, да, к примеру. То мы можем и оставить такую мощность, не уменьшать ее, просто время уменьшится. Из формулы это понятно, да. Вот. И второй канал проверяем. Вот на втором канале нам очень важно убрать мощность до 5 или 6. Вот. Потому что там мощный инфракрасный лазер, и он выдает достаточно много. То есть я сейчас его прислоню, и вы увидите, что здесь порядка 12 Вт он выдает. И, соответственно, нам нужно убрать будет. Вот здесь видно, да, я убираю. Сейчас уберу. Вот где-то между 5 и 6. То есть вот 5,2 у меня. Вот. И, соответственно, Третьей руки мне только не хватает. Вот. Прям тяжело без нее. Вот. Значит, мы откалибровали, да. У нас непрерывный выдает 150 мВт, а инфракрасный выдает между 5 и 6. И мы можем работать по лицу. Теперь эти настройки, пока вот эту кнопку не выключишь, они никуда не денутся. Здесь мы выставляем время, да, сейчас. Вот так как я убрала мощность, да, на непрерывном, то здесь у нас, соответственно, 10 минут мы ставим. И можем обработать лицо. Вот и все настройки. И нам останется только включить пуск, вот этот вот, чтобы начать работать с пациентом. При этом мы помним, что у нас кожа подготовлена, глаза защищены, вот. И мы никому из сотрудников, если они рядом стоят, в глаза не светим этим аппаратом, да. То есть он у нас либо на кушетке, вот так вот мы его держим, либо сразу уже ставим на лицо пациенту, и тогда нажимаем пуск. И начинаем вот с такой средней скоростью водить и обрабатывать все лицо в течение 10 минут. Вот. Теперь, если есть вопросы по поводу того, что я сейчас объяснила, как настраивать. Есть что-то еще показать в камеру? Напишите мне, если что-то непонятно. Вот. Потому что, конечно, условия военно-полевые, но насколько это возможно, вроде бы я объяснила. То есть мы сначала калибруем, убираем мощность до 150 на непрерывном излучателе, убираем мощность до 5 или 6 на импульсном, который у нас инфракрасный, 890 нанометров. Кстати, когда мы прислоняем манипулу вот сюда, то здесь написано, всегда он ее видит, какая из них. То есть, допустим, я прислоняю манипулу, калибрую. Сейчас покажу. Вот он пишет, что она 0,89, видно, да? 0,89 микрометров или 890 нанометров. То есть он видит ее длину волны. То есть вы не перепутаете, на каком канале у вас какой излучатель. Это вот основное. Что касается еще некоторых нюансов, пока, может быть, вопросы какие-то у вас есть, готовьте их и пишите. По цене вопрос. По цене сейчас сложно сказать вообще. Я даже не знаю, сколько гильтек будет через месяц стоить. Потому что, учитывая, как скакнул курс евро, конечно же, наверняка что-то изменится. Будем надеяться, что не сразу. А может быть, все наладится. Но по цене могу сказать, что на, например, осеннем интершарме они продавали около 70 тысяч он стоил. То есть сама манипула стоит в районе 50 тысяч. Это можно, в принципе, у них посмотреть на сайте mustang.med.ru или mustang.med.rf, по-моему, у них вот эти домены. И можно посмотреть, сколько сейчас стоит. Манипула, вот эта бьюти-скин, самая оптимальная для косметологии, она вот дороже, чем сами мозги стоят. То есть мозги там в районе, наверное, 20 тысяч и 40 с чем-то манипула. Ну, так у них стоило. Вот, еще можно к нему докупать красную манипулу, то есть 635 нанометров, и обрабатывать близко к подвижным векам, то есть которые там 1,3 миллиметра. Но, в принципе, не обязательно, но кому-то, если нужно, то можно. Можно, потому что этой манипулой работать близко к глазам нельзя, только по костному краю орбиты. Значит, по поводу сочетания со всякими другими физиотерапевтическими или диагностическими воздействиями. Сразу надо помнить, что эта процедура, она нагрузочная, хоть и безболезненная. И поэтому, естественно, на эту же зону, в тот же день, никаких процедур мы назначать не будем. Если какие-то производятся пациенту диагностические, серьезные нагрузочные исследования, такие как КТ, МРТ, рентген, какие-то скопии, гастро, ректороманоскопии и так далее, которые нагрузку на организм дают, как-то расходуют его адаптивные возможности, то, конечно же, мы не будем в этот же день проводить лазерную терапию. Точно так же не будем воздействовать лазером с другой целью, тому же пациенту. Потому что бывает, ну, редко, но бывает, когда вы работаете в каком-то санаторно-курортном комплексе, в реабилитационном центре, там просто есть косметология, то пациенту делают, допустим, надвенное облучение крови или там что-нибудь еще, или какую-нибудь там физиотерапию активную, там душ-шарко и так далее, и тут же он хочет сделать лазерную терапию, с лицом поработать. Не надо в этот день. Соответственно, какие-то процедуры с кровью, плазмоферез, гемосорбция тоже в один день лучше не делать. Соответственно, поэтому там ультрафиолетовые облучения, там всякие солюксы и так далее. Ну, то есть надо смотреть, что если какая-то нагрузочная процедура уже в этот день делается пациенту, то лазерную терапию мы не добавляем. Вот. И очень, наверное, вам должно быть интересно, как с инъекционными процедурами это все дело совмещать. Естественно, лазерная терапия – это стимулирующая процедура, она будет повышать нервно-мышечную проводимость, будет активизировать все процессы в тканях. Поэтому, если мы будем обрабатывать ту зону, где стоит ботулино-токсин, условно говоря, где воздействует он, где заблокированы нервно-мышечные терминалы, то длительность вот этого эффекта ботокса или его аналогов, любого БТА, будет уменьшаться. Вот. Иногда, наоборот, это нужно, потому что либо какие-то, может быть, после ботулино-терапии осложнения появились, например, болезненно в точках кола, там, болезненность в месте выхода нервов. Тогда можно действительно взять манипулу, там, с другой насадкой, с низкой частотой, вот, и обрабатывать эти зоны, чтобы быстрее вот эти вот побочные эффекты ушли. Либо, если, допустим, можно включать тоже в комплекс мер по реабилитации пациента, кому передозировали ботулино-токсин, к сожалению, это действительно имеет место, может быть, и зачастую не по вине врача, там, Акел промахнулся, а потому что пациенты иногда не понимают, что для развития эффекта, для блокировки мышц все-таки нужно время, да, и когда они делают ботулино-токсин, им делают, да, врач вводит там какие-нибудь, там, 16-18 единиц в области лба, к примеру, да, ну, если я имею в виду по ботоксу, если рассчитывать там, где спорта, другие единицы, вот, и, соответственно, он через неделю хочет уже эффект, потому что какая-то подружка где-то на форуме написала или сказала, что у нее уже через неделю устало, и он идет докалываться, ну, естественно, врач ему что скажет, через две недели, там, через три, то есть через неделю мало, еще две недели ждите, приходи потом, тогда посмотрим, вот, вот, а он идет и к другому врачу, а вколов уже не видно, и, в общем, мышцы еще не заблокировались толком, и врач может, не зная, а он скроет от него, проколоть еще, да, и тут получится как раз все самые побочки, те, которые вот передозировки БТА, да, то есть могут брови упасть, там получится собачка басит в зеркале, и это, конечно, не смешно, потому что это невозможно просто за пару дней убрать, но чтобы он там не полгода или восемь месяцев ходил в виде басита, да, естественно, какие-то предполагаются меры по его реабилитации такого пациента, и среди них может быть микротоковая терапия и лазерная терапия, вот, это что касается ботулина, то есть если ботулина, токсин есть, да, мы пациента предупреждаем, но если одна процедура на выход, да, потому что мы не всегда делаем курс, мы иногда эту лазерную терапию делаем как процедуру на выход, потому что с предуходом, с маской, там, с массажем легким, сама ботулина, сама лазерная терапия, да, она как бы очень такая процедура хорошая именно по эффекту до и после, да, восстанавливающая кожу, и, естественно, это хорошо как процедура на выход, плюс ее еще можно делать круглый год, и, то есть в любое время сезона, и поэтому, конечно, если у пациента заблокирован лоб, да, вы один раз сделаете эту процедуру, ну, конечно, у него не разблокируется все, иначе мы бы легко по бочке это могли бы лечить, вот, от ботулина, токсина, но предупредить обязательно нужно, что немножко снижается там эффективность, например, ботулина, токсина от этой процедуры, но от курса, да, действительно, он может вместо там полугода простоять там 4 месяца, а нам наоборот, когда ботулина, токсин делаем, хочется, чтобы подольше постоял, поэтому мы берем всякие там, например, сыворотки типами релакса два раза в день, там, со второго месяца наносим, чтобы он у нас не полгода, а год стоял, этот эффект. Вот, вопрос поступил, что лучше лазерный аппарат электропорации, смотрите, ну, во-первых, сразу скажу, что лазерный аппарат, это, опять-таки, требует образования, да, соответствующего, то есть, это для косметологов с медицинским или сестеринским образованием, и косметологи с врачебным и сестеринским образованием проходят в идеале, да, еще 72 часа по лазеротерапии, да, чтобы быть лазеротерапевтом и использовать вот эти вот аппараты. Это официально, как бы, положено. Вот, поэтому это, конечно, ни в коем образе не домашний какой-то прибор для, или аппарат, правильнее сказать, да, вот, для того, чтобы, как говорится, использовать. Вот, если в кабинет, да, стоит вопрос, да, между, для специалиста приобрести между лазером или электропорацией, это немножко разные вещи, то есть, противопоказания, в принципе, практически одни и те же, то есть, меньше противопоказаний только у ультразвука, вот, потому что, как бы, практически идентичны, да, они получаются. Вот, что касается лазера, здесь, конечно, он по эффективности, ну, будет, наверное, все-таки более мощный, чем электропорация в плане стимулирующих воздействий, а электропорация по внедряющей способности. То есть, электропорация, это классический форез, то есть, это фактически продвинутый ионофорез, да, только который делается переменным током на определенных параметрах и задействует другие механизмы проникновения активных веществ в кожу. Вот, и мы действительно можем много чего-то внедрить при помощи электропорации. Плюс электропорация еще, ну, немножечко стимулирует, она воздействует на мышцы, они там реагируют, как бы, на нее. Вот, то, что ток, ну, такой, достаточно чувствительный и немножечко тоже улучшается за счет, за счет этого кровообращения. Проблема в чем? То, что электропорация, как любая электрометодика, например, если купероз, она противопоказана. то есть делать нельзя фактически, то есть мы на сосуды не можем вот так вот воздействовать электрическим током. А вот лазер, он как раз является процедурой выбора по реабилитации таких пациентов. Поэтому нужно смотреть, сколько у вас, каких пациентов преобладает. Если много более возрастных, с куперозом, с розацией, то, наверное, лазер будет быстрее окупиться. Если у вас больше обезвоженных, больше молодых или каких-то таких пациентов сатаничной кожей, кожи-курильщикой, то, может быть, и электропорация будет иметь смысл. Вот, наверное, так. Вернемся к нашим, уже надо потихоньку к концу двигаться, чтобы мы чуть даже время превысили. Мезонити. Мезонити, если сделаны, мезонити – это шовный материал хирургический, саморассасывающийся, и он, как правило, уходит из ткани за 2-3 месяца, и вместо него образуется там фиброз. Фиброз должен образовываться равномерно, соответственно, если к вам пришел, ну, так называемый, прошитый пациент, или вы сами, соответственно, делали им тредлифтинг, то 2-3 месяца к нему никакими физиотерапевтическими процедурами лучше не с ними не подходить, потому что можно действительно спровоцировать неравномерное образование фиброза, а особенно те процедуры, которые предполагают какое-то воздействие на мышцы, их движение, то есть ретропорация, меостимуляция, не стоит. Соответственно, как-то 2-3 месяца прошло, в принципе, можно физию делать уже. Если филеры, если филеры, значит, вижу вопрос, сейчас отвечу, если филеры, то мы ждем месяц, ну, где-то 30-40 дней после установки филеров, если в этой зоне мы работаем, допустим, там, скуловую зону скорректировали пациенту, через месяц можно физиотерапию делать, до месяца нежелательно, потому что может быть меньше объем, чем мы запланировали, да, может, ну, миграция, там, грануляция филеров вряд ли, потому что сейчас достаточно качественные они все эти препараты гиалуроновой кислоты прошиты, но, собственно, риск есть, да, поэтому 30-40 дней считается. А мезотерапия, она, в принципе, нежелательно только в день процедуры самой, потому что если мы проколем после лазерной терапии, то у нас сосуды расширятся немножко, да, рефлекторно, и мы просто синяков больше наставим, поэтому оптимально 3 дня до, 3 дня после, ну, или хотя бы сутки между, да, должны пройти, это минимум. Вот, по поводу вопроса, где пройти 72 часа, в любой обучающей, как говорится, обучающем учреждении, это и РМАПО, это и ЦГМА, это и второй МЕД, и первый МЕД, ну, то есть везде, где есть курс повышения квалификации для врачей и для медсестер, вот, они и для врачей, и для медсестер идут одинаково, даже иной раз в одной группе все вместе занимаются, потому что совершенно детичный курс, поэтому, если у вас есть диплом медсестры, естественное дело в косметологии, либо там физиотерапия медсестра, или просто, ну, то есть по лазерной терапии можно пройти вот эти 72 часа в любом таком учебном учреждении, то есть это официальный сертификационный курс тематическое усовершенствование называется ТУ, вот, который дает, собственно, этот диплом, его не нужно там раз в пять лет подтверждать, он дается просто как усовершенствование, вы прошли один раз, там, вот, хотя сейчас, конечно, я не знаю, что там изменится в нашей вот этой системе с аккредитациями и так далее, но пока было так, вот, вот, ответ на этот вопрос. Это не коммерческие какие-то курсы, а вот когда там учат эпиляции на каких-то аппаратах и так далее, это, как правило, больше коммерческие какие-то вот курсы, которые, собственно, обучают на конкретных аппаратах работать. Будет запись, вам придет на почту, обязательно, не волнуйтесь, и PDF с презентацией придет. И сейчас в конце тогда, так как мы заканчиваем, да, сейчас я перед тем, чтобы вы все успели, еще раз промокод этот скажу, ну, по домашнему уходу я пару слов еще хотела сказать, ну, вы, наверное, все знаете прекрасно, что чтобы пролонгировать эффект, например, на обезвоженной коже, значит, домой нужно назначать препарат с ультрамолекулярной гиалуроновой кислотой, то есть это интенсив омоложение, 3D увлажнение, если еще и чувствительность добавлена, какая-то, ну, гиперчувствительность у кожи есть, то есть, это сыворотки, да, то есть 3D это с тремя видами гиалуроновой кислоты, и фарином, пептидом, да, и с алоэ верой, интенсив омоложение с ультрамолекулярной, высокомолекулярной, бета-глюканом и фиткультурой яблоком, алюстоместика. Вот, соответственно, как крем мы можем использовать все то, что мы как финальное обсуждали, да, или Витаматрикс, сыворотка со светоотражающими частичками, да, вот это, или наш самый такой распространенный и популярный увлажняющий крем с ПФ-10, или мультипротектор, который я тоже, как обладатель комбинированной кожи, склонную к воспалениям, очень люблю, потому что у него ойлфри текстура, и он не жирнит и не выбеливает кожу, да, вот, то есть, если кто не пользовался еще нашим, вот этим вот СПФ, да, вот я наношу там диоксид титана в наноформе, и когда я его впитываю, вот он вообще и не жирный, матовый даже, и не блестит, и не выбеливает, самое главное. То есть, можно все, как говорится, смотреть по индексу инсоляции уже, да, если неактивное солнце, берем увлажняющий крем, активное берем мультипротектор, вот, вот, можно использовать дополнительно в уходе всякие сыворотки, да, с антиэйдж эффектами, это актив лифтинг с пауланом, с кофеином, который лифтинговый эффект дает, это миорелакс, который наносится непосредственно на области с мимическими морщинками два раза в день на очищенную кожу, вот, то есть, в принципе, много всего. Для очищения у нас есть и холмкер, пенка очень вкусненькая такая, которая как мусс, и есть наш, все, которые знают прекрасно, очищающий гель, то есть, это вы все, наверное, знаете, наверное, по 10 раз одно и то же смысла нет повторять. Вот, поэтому, если есть какие-то вопросы для домашнего ухода, задавайте, я на них отвечу. Вот, если там кожа склонна к воспалениям, конечно, стопакне у нас лидирует, вот, как уходовый гель, это демотен, а как уже лечебный препарат с злоиновой кислотой, это как раз стопакне, сыворотка, которая на участке с воспалениями наносится, ну, тут уже смотрим, что назначать по показаниям, да, вот. Значит, чем меньше слой наносим, чем фактор ниже, да, на самом деле, действительно, слой SPF, он влияет, как бы, ну, даже не слой, а количество нанесенного, то есть, чтобы реально защитить лицо и шею с декольте, да, то, в принципе, у вас, ну, как минимум, где-то пол чайной ложечки на вид, наверное, должно быть этого крема. Другое дело, что когда он хорошо впитывается, да, и не выбеливает кожу, как, ну, лицо пьеро становится, вот, то это, конечно, лучше, и когда он не содержит масел, лицо не блестит, то это, конечно, лучше, чем если это, ну, обычный какой-то крем с маслами в составе, вот, поэтому наши химики-технологи очень долго бились над формулой, да, чтобы 50 SPF было, да, и при этом не было масел в составе, потому что это достаточно сложно оказалось, плюс там еще пребиотик в составе которой, фукагель, который микрофлору поддерживает, что сейчас с